Коллега, приветствую тебя на очередном уроке в нашем тренинг-центре. Мы уже рассмотрели методики продвижения презентаций в социальных сетях, поговорили о том, как использовать мессенджеры для продвижения. Сегодня поговорим о способе, который доступен всем. Как приглашать на наши презентации, которые проходят в интернете, на живых встречах или по телефону. Этот способ очень хорошо подходит людям, для которых социальные сети еще не стали родным местом, людям, для которых мессенджеры – это не самый удобный способ общения, для людей, которые привыкли и имеют хороший практически навык реального живого общения, живых презентаций, живых встреч, разговоров по телефону. Именно для вас очень хорошо будет работать способ, о котором я расскажу в этом ролике. Итак, как же нам именно передать, не переслать, чтобы человек просто кликнул на эту ссылочку, а именно чтобы человек напечатал эту ссылку в адресной строке, то есть ввел ее по-буквенно, по-символенно. Как же это делать? После подключения сайта, платформа вам сразу дает две ссылки. Одну длинную ссылку, вот такой вариант ссылки, и один короткий вариант ссылки. Об этом мы подробно говорили в уроке «Как подключить сайт». Если вы самостоятельно, либо техподдержка вам сократила вот эту длиннющую ссылку, сделала из нее красивый вариант, то у вас, возможно, даже есть еще третья ссылка. Я сейчас ее тоже вставлю для полноты картины. Вот, посмотрите, очень удачно я их расположил, и сразу видно, что если человеку придется печатать эту ссылку, то лучше ему, конечно, передать ссылку максимально короткую. И самая короткая ссылка, это ссылка через сервис 407. Вот эти 407, о которых также я вам рассказывал в уроке «Как подключить сайт», это самый короткий вариант ссылки. Вот эту ссылку человеку быстрее и проще будет набрать, потому что она короткая. И самое главное, она однозначная. Что значит однозначная? В этой ссылке практически нет букв. Здесь одни цифры. Если вы скажете человеку «Набери 407», он всегда наберет это без ошибок. А вот если вы будете говорить на печате «Руби-Васан», то, скорее всего, человек допустит какие-то ошибки, будет это набирать по-русски, путать английские буквы. Поэтому, если вы встречаетесь с человеком в живую, вам проще передать ему вот этот сокращенный вариант ссылки. Причем, в варианте, который вы сейчас видите на экране, есть несколько необязательных символов, которые добавятся автоматически. Я говорю о символах HTTPS. Вот это. Это можно прям смело удалять. И можно смело удалить вот этот вот последний разделитель, то есть последний флеш. Его тоже можете удалить. Вот ваша ссылка, без ничего лишнего. Вот именно эту строку нужно, чтобы приглашенный к вам на личную встречу человек записал себе где-нибудь в блокнотике. То есть человек запишет вот эту ссылочку себе в блокнотик, придет домой, и в адресной строке. Единственное, что нужно человеку объяснить или показать, что такое адресная строка. Адресная строка всегда есть в любом браузере, в окне любого браузера. Она расположена вот в самом верху. И вот в этой адресной строке человек должен побуквенно на клавиатуре, без ошибок, набрать вашу ссылку. С чем наиболее часто ошибаются, это с символом флеш. Его набирают по-разному. Скажите человеку по-русски разделить или касая черта. То есть как понятнее, так и скажите. Потому что когда говорят флеш, обратный флеш, люди, не привыкшие к интернету, вот с этим символом всегда путаются. Ну и далее обязательно верно нужно набрать ваш реферальный код. Вот эти цифры, это и есть ваш реферальный код. Благодаря вот этим цифркам сайт понимает, что человек пришел именно от вас. Набрали адрес, нажали клавишу «Интер». И мы попадаем на наш сайт вебинаров. Сейчас сайт немножко я изменил. То есть как только человек заходит, ему сразу же предлагают подписаться на наши новости. Если он уже подписан, нажимает на крестик, закрывает это окошко и начинает смотреть запись, например, уже прошедшего вебинара. Если вы его пригласили именно в момент проведения вебинара, он присутствует на прямом эфире. Для удобства форма сбора контактов сейчас опять сделали в открытом ее доступе, потому что через виджет в правом уголочке людям, скорее всего, неудобно ее заполнять. И поле, где человек пишет комментарии. Вот видите, люди уже пишут комментарии, задают вопросы. Мы на эти вопросы отвечаем. То есть наш вебинарный сайт сейчас аналог наших мероприятий, которые мы проводили в офисе. Сейчас они просто проводятся в интернете. Пожалуйста, заходите, смотрите, задавайте вопросы. Итак, это первый вариант передать ссылку человеку на личные встречи. Он просто ее себе записывает в блокнотик и потом просто-напросто печатает. Коллега, если вам навстречу пришел более продвинутый человек, который знает, что такое QR-код, этому человеку проще передать вашу ссылку через QR-код, то у нас в офисе висит вот такого плана объявления. Вот сейчас вы видите именно этот QR-код. Он распечатан именно на бумажке, на которой написано, что дает этот код. Через этот код можно как раз перейти на наш вебинарный сайт, подписаться на наши новости. Человек просто подводит телефон с QR-кодом, сканирует этот код и попадает на наш сайт. Вот это самый удобный и самый быстрый способ передать ссылку человеку при личной встрече либо людям, которые заходят в ваш офис. Вы вот такого плана бумажку можете распечатать себе и носить со своими рекламными материалами, либо, как мы, повесить в своем офисе. Например, при выходе. Люди выходят, упираются взглядом в такой рекламный плакатик, и те, кто понимает, что это такое, сканируют его и переходят на наш вебинарный сайт. Не надо ничего набирать. Для того, чтобы начать работать с QR-кодом, необходимо иметь приложение на своем телефоне. Оно абсолютно бесплатное. Я вам сейчас даже покажу процесс установки и работы с ним. Чтобы вы видели, что я делаю на своем телефоне, я подключаюсь к нему через программу Teamweaver, программу удаленного управления. Вот с помощью этой программы вы как раз можете работать в Instagram, используя свой телефон и свой компьютер. Вот сейчас у меня на моем экране монитора отобразился экран моего телефона. То есть я сейчас управляю своим телефоном через компьютер. Итак, у меня телефон Android. Я нахожу Play Market. Открываю Play Market. В поле поиска, вот здесь вот вверху, я уже набирал QR-сканер. То есть нужно набрать вот так вот по-английски QR-сканер. Play Market ищет вам приложение с таким названием. Можно взять любое. У меня кажется, вот это вот установлено. Вот это вот второе. Оно очень простое. Но можете выбрать первое. Вот я выбрал вот это. Они абсолютно бесплатные. Видите, 29 тысяч отзывов об этом приложении. Хорошие оценки. Значит, это оно. Можно даже посмотреть, как оно работает. Вот процесс сканирования показан. Нажимаю установить. В зависимости от скорости вашего интернета, мощности вашего телефона, идет процесс установки. Нужно только подождать. Все, приложение установлено. Я могу его сразу открыть. Идет рекламная информация. То есть, как оно работает. То есть, можно сканировать, ну, все угодно. Все, что угодно. Вот этикетки, знакомство с приложением. Все, познакомились. И приложение готово к работе. Вот оно говорит. Сканировать с помощью камеры вашего телефона. Скан изображения. У меня на iPhone несколько другого плана. Может быть, еще более проще приложение. Таких возможностей оно не задает. Нажимаю сканировать с помощью камеры. Итак, приложение готово к работе. Я навожу его на QR-код. Нужно навести точно, чтобы рамочка обвела весь квадратик кода. Затем вас спрашивают, что вы хотите сделать. Выбираю открыть сайт. И автоматически происходит загрузка сайта, который закодирован за этой ссылкой. Вот открылся наш сайт на телефоне. Закрою предложение подписаться на новости. Вот так выглядит наш сайт на телефоне. QR-код это очень удобный способ передачи информации. Приложение на вашем телефоне вот таким вот образом. В зависимости от того, какое вы выбрали. Очень просто запускается. И как вы видели, абсолютно несложно работать. То есть нужно только точно навести сканер на QR-код. И все. Я отключусь от своего телефона. Конечно, может возникнуть вопрос, а как я свою ссылку, вот эту, преобразую в виде QR-код. Это делается абсолютно несложно. Возможно, сейчас для кого-то будет лишняя информация. Можете это не смотреть. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите. Существует колоссальное количество сервисов, которые создают эти QR-коды. То есть в поле Яндекса можете написать QR-код. Вот, например, первый сервис, но, наверное, он самый популярный. Переходим на его сайт. И я вижу, что я могу закодировать с помощью этого QR-кода. Можно вообще закодировать любой текст. Можно сделать визитную карточку. Можно отправить даже SMS-сообщение с помощью QR-кода. Но нам нужно кодировать ссылку на сайт. Я выбираю ссылку на сайт. Вот в это поле введите URL. Вы скопируете свою ссылочку. Скопировал. Правильно убедился. Можно выбрать размер. По умолчанию стоит 3. То есть это размер вот этого квадратика, который вы получаете. Выберу четверочку, например, побольше. И нажму на кнопку «Создать код». Код формируется практически мгновенно. Теперь вам этот код нужно перенести отсюда. Сделать это можно разными способами. Вот под кодом есть ссылка на это изображение. Вы можете эту ссылку скопировать. И открыть, например, в отдельной вкладочке. Вот так это будет выглядеть. Правой кнопочкой нажмите. Скажите «Сохранить имидж изображения». Сохранить картинку. Она сохранится на ваш компьютер. И затем, например, в любом редакторе, в том же самом Word. Вы эту картиночку можете вставить в текст. И, например, сделать свою визитку. Написать, например. Можно сюда вставить логотип. В Швейцарии. Дальше здесь написать свое имя. Лучший Игорь Черноусов. Сделать это каким-то более красивым шрифтом. Поставить значки вайбера в WhatsApp. Тоже вставить их в качестве картинки. Но если вы владеете навыками верстки текста, то это можно сделать самому. Можно прийти в любую типографию. Мини-типографию. И вам это все сделают при вас. Получите визиточки, которые можно спокойненько раздавать. Стоимость визитки при небольших заказах 2-3 рубля за штуку. Закажите. И у вас будет прекрасный способ раздачи своих реферальных ссылок на те сайты, которые вы продвигаете при живых встречах. В следующем ролике я расскажу, как передать свою ссылку по телефону.